приветствую всех дорогие друзья на своем творческом канале сегодня хочу показать вам видео процесс вот этих вот замечательных часиков по такому же принципу можете создавать и другие часы других техниках других цветовых решениях принцип везде один и тот же смотрите какие здесь я использовала интересные элементы декора стеклянная крошка такая сахарная крошка я также буду показывать как наносить вот такой поталь чтобы это смотрелось очень красиво эстетично буду рассказывать как крепить часовой механизм стрелки как выставлять время и как вешать такие часики на стену чтобы это вызывало восторг и конечно чтобы это было очень легко особенно для женщин никакого штрабления никаких сложностей все можно сделать самостоятельно и очень очень быстро оставайтесь со мной это видео будет потрясающе интересно и полезно ну что давайте посмотрим что нам понадобится для создания часов в первую очередь конечно нам понадобится сама смола у меня от резинарт можно использовать абсолютно любую смолу главное чтобы она была средней вязкости и пропорция два к одному это удобно и практично дальше у нас идут пигменты я здесь собрала целую коллекцию разных цветов за основу как всегда я беру белый у меня вот такой жидкий пигмент у вас может быть абсолютно любой такой или порошкообразный не имеет значения белый пигмент обязательно черный это как две такие базы и третья база до всегда у меня это всплывающий пигмент сегодня у меня это будет серебро дальше у нас идет основа быстро пройдемся по различным сопутствующим предметам да обязательно у нас идут перчатки маска защитная стаканчики разного диаметра большой стаканчик для основного замеса маленькие стаканчики для окрашивания пигментов и смешения цветов карелка палочки ну и конечно же мои любимые страшненькие весы которые все у меня уже заляпанные для того чтобы нам создать часы диаметром 40 сантиметров нам понадобится примерно 300 грамм эпоксидной смолы в общей сложности 200 грамм смолы и 100 грамм отвердителя включаем ставим стаканчик включаем наши весы и выливаем сюда 200 грамм смолы наша смола полностью была задействована да и не оставалось ничего в бутылочке мы остаток смолы вот так вот опускаем в пустой стаканчик да он будет потихоньку стекать и продолжаем дальше замешивать смолу наливая твердители главное не налить больше потому что нам останется нужен утвердитель для остатка того вот этой смолы который она здесь останется и замешиваем нашу смолу до однородной консистенции мы берем шпатель и начинаем размешивать сейчас нам нужно замешать с пигментами нашу прозрачную смолу самого основного цвета быть больше всего у меня это белый поэтому я прям вот смело наливаю себе да вот пол стакана белого цвета потому что я хочу чтобы у меня основная часть была белая поэтому вот этот стаканчик вот эти стаканчики я больше не буду использовать то почему я говорю нужно всегда разные вот у меня для большого цвета для самого основного цвета вот этот стакан остальные цвета я буду использовать очень минимально хочу чтобы эти часики были светлые поэтому я беру маленькие стаканчики зеленые серебро светло-зеленый и темные буду наливать в них и распределяю по чуть-чуть примерно вот одинаково да но сама мало нам нужно всегда всплывающего пигмента почему он очень активный он прям заполняет его прям вообще капельку мы делаем и остальных цветов тоже по вашей вот фантазии цветовой хотите много зеленого сделать много зеленого совсем немного белого да будет тогда больше темные цвета можно вообще без белого до чисто черный такое все в темных оттенках очень красиво смотрится богатым можете использовать несколько всплывающих пигментов можно миксовать их между собой сделать цвет шампань но все это мы обязательно будем делать с вами в следующих уроках обязательно покажу как смешивать металлики добиваться интересных таких оттенков которых в баночках готовых так я налила себе вот эти вот заготовочные стаканчики заранее в голове держу какие где цвета вот сама мало да сама мало это у меня будет вот столичка где-то это у меня будет всплывающий пигмент сам много это у меня будет белый и остальные три стаканчика примерно одинаково но вот здесь вот чуть больше получилось пусть у меня это будет какой-нибудь зеленый вот эти два вспомогательных совсем цвета яркий зеленый этот салатный и темный темный и серебро да и вот всплывающие темный воспользователь меньше всего потому что они невероятно активно и просто так вот раз ползутся по всей картине и вообще заполняться абсолютно все если вы будете лить их много на пигментировать начнем с белого цвета у меня белого такой жидкий я просто его наливаю помним да что мы не знаем сколько нам понадобится мы абсолютно не можем это заранее предугадать посчитать какие-то там капли мы налили я наливаю всегда на глаз примерно уже ориентируясь как я уже знаю как какие пигменты себя ведут наливаю и смотрю берем палочку стекает и мы должны проверить не прозрачно ли у меня там либо вот так на бортик до капнули на прозрачном стакане очень хорошо видно просвечивает или нет нам нужно чтобы ничего не просвечивала и было очень все плотно поэтому я добавляю еще вот сколько нужно столько и добавляем но добавляем по чуть-чуть так ну ка если я кап ну как это будет да мы можем сюда так поставить капельку посмотреть о это будет примерно вот так да и все окей меня устраивает то есть капля должна быть непрозрачной давать то есть это должна быть очень хорошо окрашенная белая краска и теперь сухими палочками мы дальше пигментируем будет давайте создадим теперь следующий у нас вот этот зеленый хочу сделать добиваемся нужного результата не сдаемся не останавливаемся на каких-то промежуточных лишь бы там побыстрее ой вдруг смола закипит если вы соблюдаете температурный режим ничего там не взбиваете и просто спокойным темпом вот как я сейчас замешивать ничего у вас не вскипит поэтому зря паниковать тоже не стоит я конечно могу нагнетать жути но давайте включать свой разум да и всегда вот таким образом мы щупаем стаканчик то есть вот вы замешиваете цвета чувствуете ну стаканчик еще вообще абсолютно нормальной температуры если вы вот так вот трогать и он горячий а вот здесь вот нагревается то значит пора ускоряться но это не значит надо хаотично все куда-то лить ускоряемся значит нужно сейчас прям им поработать спокойно и остался у нас последний цвет который бы я хотела использовать это темный за основу я беру изумруд темно-зеленый обязательно нужно взболтать вот эти жидкие пигменты таких тюбиков да и добавляю несколько капелек раз два три четыре например добавлю и размешиваем добавлю сюда черный черный мне такой пастообразный я буду использовать вот так вот на шпателе я прям хочу сделать очень темно может быть зеленого даже тут и не останется но мне нужен прям тверный черный но с каким-то зеленым подтекстом если где-то вдруг он будет смешиваться у меня с белым меня там будет проглядываться зеленый поэтому я не чисто черный использую а на основе зеленого создали все цвета которые необходимы нам для рисования у нас есть небольшой запас прозрачной смолы до в баночке которая стекает если вдруг у нас что-то закончится всегда можем добавить в стаканчик прозрачной смолы добавить того или иного пигмента и дорисовать нашу картину все наши пигменты с вами готовы у нас белый два перламутра зеленый салатный темно зеленый и серебро и начинаем создавать рисунок для чего нам нужен для того чтобы создавать интересные миксы начинаю я со светлого миксом буду сейчас заполнять волнообразно мне будет вот такая волна волнообразно различными сочетания начнем мы сочетание белого зеленого и салатного налили три цвета покрутили не перемешиваем ничего внутри палочка ни в коем случае покрутили создали там воронку и не от самого края а немножечко отступив мы выливаем волну мы задаем сейчас основной наш рисунок если капелька капает мы его так вот об пальчиком поймали вот наша волна основная да это вот наше основное направление дальше мы берем опять этот же стаканчик и создаем уже другой микс например мы возьмем в прошлый раз мы с вами брали белый в этот раз возьмем темный также наливаю можете в серединку наливать и где ним это дублируем можно с обратной стороны налить еще в эту сторону видите он уже по-другому у нас раскрывается где-то присоединили где-то увели вот такая темная полосочка у нас появилась дальше мы опять таки да мы можем взять либо этот же стакан либо можем взять чистый стаканчик предлагаю сейчас взять чистый стаканчик маленький возьму и поиграем с вами уже с всплывающим пигментом и так наливаю белый чуть-чуть серебро чуть-чуть зеленый можно лить вот так видите пятнами в разные стороны я сейчас так буду наливать то есть капельки в разные стороны не в одну кучку когда этого я лила в серединку а вот так раз 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 как бы три таких пятнышка создали опять чуть-чуть покрутили не нужно сильно крутить просто вот таким образом и опять я выливаю мально я не использую белый я сейчас максимально использую оттенки которые создала цветные до доволиваю уже весь зеленый белый пока не трогаем и также сюда добавлю немного серебра не будут все использовать серебро чуть-чуть оставляю мы можем еще также подковырнуть вот так вот немного да я говорила палочка смешивать нельзя но мы не смешиваем а как бы чик со дна вот так подняли до для того что то здесь уже крутить стакан не нужно раз его так подковырнули все он уже готовы и выливаем его следующим цветом регулировать все можно все можно контролировать но зачем она нам надо да все это контролировать здесь важно еще отпустить этот контроль но если вдруг пошло что-то не так и вам прям хочется это исправить всегда исправляем и теперь что я делаю вот мой белый цвет теперь я заполняю вот эти оставшиеся пустоты белым цветом без каких-то миксов дополнений чего-то там еще и и и и и и и тоненькая полосочка я прохожусь по белой однотонной смоле подчеркивая свой зеленый рисунок итак смотрите вот этот цвет меня вообще не устраивает что я здесь могу сделать могу его немного из подправить но мне не хочется заново мешать смолу например да или кончилось а вот это еще осталось я беру сюда добавляю белый и посмотрим сейчас что у нас тут получится может быть получится что-то интересное какой-то новый цвет и им заполним вот эти промежутки выпускаем пузырьки внимательно по всей поверхности не задерживаясь на одном месте и так что же наши часики высохли видите здесь застыл вот этот краешек и так ничего страшного сейчас мы будем нагревать феном и будем срезать это все резаком буду использовать такой строительный фен на максимально горячий воздух это довольно шумно и у меня вот такой вот резать резак обычный сейчас мы будем вот это все нагревать и аккуратно срезать итак наши часики застыли полностью засох рисунок эпоксидной смолой и следующим этапом нам нужно приклеить сюда циферблат либо какие-то обозначения меня например это будут вот такие маленькие капельки обозначение ориентир да где мы у нас 12 3d 6 и 9 можно делать полностью абстрактные часы и не использовать вообще ничего если вы хотите чтобы у вас был например циферблат сейчас я покажу как выглядят часы с циферблатом использовать вот такой вариант когда у нас приклеиваться циферблат камушки и топовое покрытие все одним этапом вообще на самом деле неважно что мы клеим циферблат либо вот такие деления либо сейчас покажу еще один вид делений либо у нас вот такие вот деления просто неважно что главное то что мы клеим это после того как застынет у нас рисунок иначе мы просто если будем вставлять это все сразу у нас весь рисунок может измениться до что-то куда-то начнет затекать то есть вы уже не будете контролировать свой рисунок это первое а второе вы никогда не приклеить и особенно вот такие элементы ровно они у вас будут плыть они у вас будут неправильно приклеены потому что для того чтобы эти предметы были приклеены ровно нам нужно использовать специальный трафарет продается в магазинах где есть все для эпоксидной смолы и также нам обязательно понадобятся стрелочки также стрелочки и механизм все это продается специально в отдельном специализированном магазине вы помните что мы заклеивали вот здесь вот дырочку да я говорила что нужно заклеить эту дырочку с обратной стороны да она у нас вот здесь вот видите затекла многие используют такую вставку да вот так как фитилек такой вкручивают и вокруг него делают но мне это вообще не нравится все равно видно что здесь как бы не цельный рисунок поэтому я заклеиваю делаю вид что вообще здесь ничего нет а потом просто просверливаю здесь дырочку сейчас мы с вами это сделать взять какое-то ведерко перевернуть его дырочкой вверх и взять гравер и аккуратно здесь просверлить итак я просверлил отверстие и нам важно чтобы сюда помещался шток от механизма часового поэтому обязательно примеряем входит видите он должен свободно входить пока мы сейчас с вами ничего больше с часами не делаем нам нужно сейчас замешать смолу смола нам нужно уже подгустевшие для приклеивания циферблата для приклеивания камни и финишного покрытия смола нужно уже более загустевшие на очень жидкой свежей смоле все элементы подвижными будут больше она загустевшие тем лучше все это будет держаться для того чтобы покрыть топовым покрытием часы диаметром 40 сантиметров нам понадобится 160 грамм смолы и соответственно поделить на пополам если у нас пропорция 2 к 1 то 80 грамм отвердителя вот такой стаканчик будет маловато поэтому я возьму стаканчик побольше и мы его так маркером в этих дырочках ставим вот я например выбрала второе деление до примерно определила и просто вот такие ставлю полосочки черточки прочеркиваю я все-таки решила наклеить эти деления для того чтобы у меня было понятно где у меня 12 где у меня три ну и там уже можно более-менее ориентироваться мы берем к наши капельки дали по или этого цифры деления и распределяем их ровно на вот эту отметку элемент у них сверху защитная пленочка поэтому не бойтесь там их как-то задеть и спачкать потом когда все это застынет мы уже будем снимать защитную пленку и они будут идеально чистые и глянцевые я распределяю эти капельки капельки мы будем сейчас приклеивать супер клеем чтобы они у нас не двигались следующим этапом мы работаем с камнями смотрите можно использовать стеклянную крошку колод мелкий песочек белого цвета он очень красиво смотрится со смолой он становится глянцевым и потом сверху его можно будет покрыть еще потайю мы тоже с вами будем это делать поэтому посмотрите это видео до конца вот это вода вообще основа на которую сверху мы можем уже делать все что угодно я сейчас хочу этот этот цвет вообще закрыть вот этими камушками да они прозрачные они будут пропускать у меня этот цвет но по крайней мере а он будет как раз оттеняться этим цветом и создавать очень красивые переходы на сухую раскладываю эти камни вот так в край струйкой прямо стаканчика поливаем наши камушки если мы хотим использовать вот такой более мелкий песочек какой-то дали камушки такие меленькие нам нужно взять и замешать их со смолой заранее мы насыпаем сейчас стаканчик в отдельный наливаем сюда смолу перемешиваем здесь в стаканчике со смолой создаем такую как ая пасту грубо говоря сейчас эту пасту мы будем раскладывать в нужные нам места итак ну все я закончила свое декорирование надеюсь вам здесь все видно хорошо и дальше я выливаю вот эту смолу она у меня уже очень горячая но значит она уже и застывать скоро начнет и и аккуратно выливаем на пустые места проходимся горелкой не задерживаясь на одном месте на каждом участке сверху камней не обязательно но можно пройтись ничего не будет но это в принципе не принципиально нам главное вот эти вот пустые места со смолой где у нас топовое покрытие чтобы тут не было пузырей но сильно не делайте во первых вы можете поджечь смолу она пожелтеет во вторых когда мы греем да она она становится жидкая и вы например сделали вот здесь вот красивый бортик да вот как я сейчас и видите я ее подогрела и она опять у меня потекла да нам нужно убрать пузыри все правильно но нам также нужно сохранить форму поэтому сильно близко к краям не подходите горелкой все мусоринки которые летят сюда самым мерзким образом нужно убирать так давайте посмотрим что у меня получилось посмотрите какой идеальный глянец все ровно никаких пузырей портик полностью закрыт глянет глянцем он также стекает наконец-то застыли часы и сейчас я хочу показать вам как прикручивать часовой механизм и ставить стрелки вот у нас часовой механизм у меня вот такой вот китай 15 миллиметров это вот именно высота вот этого штока вот штучку можно убрать если вдруг не хватает высоты но я пока сделаю это такой уплотнитель который он мягкий помогает как бы больше прилегать часам вставляем сзади и у нас есть вот такие вот колечки до такие вот колечки я делаю таким образом вставляю и закручиваю до конца здесь вот нужно очень хорошо вкрутить я просто беру ножницы и вот так вот закручиваю плотно максимально аккуратно чтобы не поцарапать смолу и вот эти вот все штучки дальше у нас идут стрелки смотрите вот эта стрелка часовая сначала вот если вы посмотрите внимательно вы увидите что здесь вот есть отверстие они разного диаметра здесь вообще вот такая штучка вот она торчит это секунды минуты часы сначала у нас идет час часовая стрелка и если мы посмотрим внимательно на наш вот этот вот шток да здесь точно также пирамидка идет сначала широкая потом узенькая и вот эта вот точечка вон то это как раз для секунд мы берем нашу часовую стрелку и надеваем ее плотно чтобы она у нас дошла до вот этого большого кольца и плотно прилегала прям до конца опускаем ее если стрелочки сгибаются очень аккуратно нажимайте на основание ни в коем случае не давите вот так иначе у вас стрелка согнется можно немножечко ее обратно вот так приподнять да и покрутить чуть-чуть только аккуратно чтобы часовой механизм не сломать покрутить ее понятно да что все проходит то есть она у нас самая нижняя все проходит ничего нигде не задевает можно вот так вот проверить все отлично проходит дальше у нас идет минутная стрелка и мы надеваем ее на следующую пирамидку все также можно выправить стрелочку вот и все вот так это выглядит сбоку теперь сюда нужно вставить батарейку сейчас я это сделаю вставляем обычную вот такую вот пальчиковую батарейку вставляю все так и это тоже ровно на 12 и минутной стрелкой я выставляю время ну что поколдуем еще над этими чудесными часами я взяла серебряную поталь она вот такого цвета вот как вот эти потеки обычная кисточка что можно делать этой поталь ею можно покрыть вот эти вот бортики да можно добавить несколько полосочек подчеркнуть вот этот вот сахарный камушек можно покрасить ей вот эту пимпочку можно вообще даже стрелки покрасить но я этого делать не буду то есть фантазия только ограничивает нас капельку и что-то ею делаю аккуратно вот так фантазия Субтитры сделал DimaTorzok